Арктика – мечта многих. В последние годы путешествия по родной стране приобретают популярность у россиян. Поэтому поездка на Крайний Север теперь не что-то необычное. Путешественники хотят посмотреть на арктические пейзажи и, конечно же, своими глазами увидеть северное сияние. Об открытии зимнего туристического сезона в Ненецком округе расскажем далее. Путешествия по России стали приобретать особую популярность в последние годы. Объехать необъятную решил и Алексей Трубицин. На его счету более 350 городов. Мужчина ведет свой блог «Россия вдоль и поперек», где показывает, что путешествия внутри страны могут быть такими же увлекательными, как и за границей. Даже объехав сотни городов, Алексей все еще открывает для себя что-то новое. И Ненецкий округ не стал исключением. Меня просто удивило, что в наших городах много, может быть, всего интересного, но мы, в принципе, об этом не догадываемся. И я решил в своем блоге показывать, что в разных городах есть интересное. Стараюсь находить самое интересное и показываю это. Для жителей других регионов прогулка на снегоходе – это экстремальный вид развлечения. Арктические пейзажи вызывают неописуемый восторг. Ведь не каждый день выпадает шанс увидеть тундру своими глазами. Сегодня мы на снегоходах уехали в тундру куда-то, через деревья красивые, всякие там рельки заснеженные. Невероятно было красиво. И сейчас здесь мы знакомимся с местным народом, мне все рассказывают, очень интересно. Но наш округ интересен не только блогерам. Официальный зимний туристический сезон открылся в регионе в середине прошлой недели. Особой популярностью пользуются драйв-туры на снегоходах, потому что для людей, которые далеки от Арктики, Ненецкий округ действительно привлекателен. Преимущественно сюда едут в поисках северного сияния и, наверное, стойбища оленеводов. Все-таки у нас в регионе реальные стойбища – это не постановка. Это люди так действительно живут по сей день в тундре и кочуют в тундре с оленями. И в большей степени за этим едут к нам. Центр арктического туризма имеет в своем арсенале шесть зимних туров, среди которых один день из жизни оленеводы, рыбалка и различные этнографические программы. Благодаря им люди могут ближе познакомиться с округом, при этом испытав весь спектр эмоций. А для того, чтобы в Ненецкий округ приезжало больше туристов, проводится колоссальная работа. Я выскажу свое субъективное мнение, не основываясь на таких показателях, я вижу положительную динамику роста потока туристов в Ненецкий округ. Ненецкий округ интересен, Ненецкий округ рассказывает о себе на международных площадках, на межрегиональных площадках, в социальных сетях, на всевозможных туристических порталах. Динамика есть и динамика будет продолжать расти, я уверен. Помочь в развитии туризма Ненецкого округа может каждый житель региона. Благодаря социальным сетям наши горожан, подписчики из других регионов, могут увидеть красоту в том, что для нас может показаться обыденным. Ведь даже в городе, в котором ты живешь всю свою жизнь, есть то, что цепляет и завораживает. Стоит только попробовать прогуляться не как местный житель, а как турист. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Субтитры создавал DimaTorzok